Нейросеть, которая будет вместо вас генерировать видеоконтент для блога, в частности писать сценарий с нуля, подбирать видеоряд, озвучивать весь текст, который ранее был написан в сценарии, под музыкальную композицию. А также данный контент можно монетизировать, то есть зарабатывать хорошие суммы денег, основываясь на том, что он создается на англоязычную аудиторию. И досмотри ролик до конца, потому что в конце тебя ждет бонус. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о нейросети, которая полностью заменит работу сценариста, монтажера и диктора. Вот так вот выглядит нейросеть и давайте рассмотрим более подробнее ее возможности. Так, функция номер один это YouTube Shorts, то есть активируя данную функцию вы сможете создавать Shorts. Здесь подробно описать, что вы хотите видеть в данном ролике. Чуть ниже вы можете выбрать голос для озвучки, то бишь это мужской либо женский, допустим это будет мужской. Здесь можно выбрать акцент, с которым будет озвучен текст. Также дополнительно можно выбрать демонстрацию субтитров, то есть можно поставить показывать, либо скрывать. И в третьем окошке вы можете использовать видеоконтент с ресурса iStock, но по умолчанию я не использую его. И дальше нажать продолжить и собственно делать Shorts. Я этого делать не буду, потому что я сегодня хочу показать, как создавать просто обычный видеоролик для YouTube. Вторая функция объяснитель YouTube. Ну это такой не совсем корректный перевод, но в принципе, как вы уже догадались, это создание контента для YouTube, то есть обычных горизонтальных роликов. Здесь вот можно выбрать длительность вашего видеоролика, пускай это будет 5 минут. Здесь мы пишем тему, на которую хотим снять ролик. Здесь более подробное описание указываем, то есть расписываем задание для данного сайта, чтобы он более подробно расписал сценарий по той теме, которую вы указали ранее. Здесь мы можем описать музыку, которая должна звучать на фоне. То есть вы можете написать какую-то оптимистичную, мрачную, либо мотивационную, захватывающую и тому подобное. Чуть ниже мы можем выбрать голос, с которым будет озвучиваться весь текст в ролике. То есть это либо мужской, либо женский. Здесь можно выбрать, как вы уже поняли, акцент, с которым будет подача данной озвучки. В этом окошке мы можем выбрать текст, который будет накладываться поверх видеороликов. То есть это обычно, скажем так, вот и марка, либо водяной знак. Это для того, чтобы ваш контент не украли. И вот третье, это то же самое, то есть использовать айстоки, либо не использовать. Давайте пока я закрою, потом вернемся к этой функции. Итак, третья функция, это видео последних событий. Здесь мы указываем название интересующей нам темы. Допустим, это какая-то новость последних событий. Допустим, я не знаю, там перевернулся поезд в какой-то из городов Америки, как это обычно происходит в последнее время. То есть мы пишем название новости. Здесь мы указываем ссылку на катастрофу, либо новость, которая произошла. Это может быть ресурс на Википедию, либо какие-то другие сервисы, которые бы более подробно описывали о том, что произошло. Либо же можете просто не указывать, и данный сервис, сайт найдет автоматически, скажем так, более подробную информацию о данных событиях. Ниже мы можем здесь выбрать пол озвучки, то есть это мужской, либо женский. Ну и также выбрать акцент, с которым будет подача, скажем так, нашего текста. И третье, это выбор, опять же, видеоконтента с iStock, либо просто встроенного контента, который уже предустановлен на данном сайте. Дальше, последняя функция, это скрипт для видео. Здесь мы просто вписываем свой сценарий, то есть не тот, который автоматически нейросеть создаст, а тот, который вы уже заранее как бы написали. То есть пишем здесь сценарий, далее описываем музыкальное сопровождение, которое должно быть. Также выбираем пол, который будет озвучивать данное видео, то есть мужской, либо женский. И выбираем акцент. Итак, давайте вернемся все-таки к созданию видео. Итак, здесь мы можем выбрать длительность нашего ролика. Можно задать вручную, но я в свою очередь задам в 2 минуты. И давайте подумаем над темой. Допустим, это будет топ 5 утренних привычек. Чуть ниже описываем более подробно, что мы хотим увидеть в ролике. Допустим, напиши сценарий о 5 наилучших утренних привычек для продуктивного дня. Далее здесь можем выбрать фоновую музыку, точнее задать ее настроение. Пускай это будет захватывающий какой-то, да, трек на фоне. Чуть ниже опускаемся, видим, что здесь можем выбрать голос озвучки, то есть это либо мужской, либо женский. Ну и здесь выбрать акцент, с которым должен звучать наш голос. Пускай это будет американский, мне больше всего нравится. Здесь можем выбрать водяной знак, который будет поверх всех роликов. Типа как авторское право. Здесь можно выбрать разрешить, либо запретить использовать видео с айстока. Далее нажимаем продолжить. Перепроверяем здесь, чтобы все было написано правильно. Далее здесь, в принципе, все нормально. Нажимаем создать видео. Все, сейчас пишется сценарий для нашего ролика. Я пока перемотаю. Здесь у нас появляется вот такое окошко, в котором мы должны выбрать целевую аудиторию. Давайте выберем здесь самосовершенствование. Смотреть и вызывать будут чувства вдохновляющие и платформа YouTube. Нажимаем продолжить и ждем окончания генерации нашего ролика. Итак, ролик наш смонтировался. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Довольно-таки круто получилось. Если какие-то определенные моменты, либо текст вам не совсем нравится, вы просто нажимаете редактировать. Далее нажимаете редактировать сценарий и вносите коррективы в сценарий данного ролика. А если какой-то из видеорядов вам не понравился, вы сможете с помощью других стоковых сервисов, такие как Pexels, скачать подходящее видео под ту или иную фразу. И после скачки выбрать его здесь, загрузить и потом заменить. Давайте, допустим, возьмем один из роликов, нажимаем открыть. Вот мы загрузили видео, которое хотим, скажем так, использовать в своем ролике. Допустим, давайте выберем заменить на вот этот. И далее нажимаем применить. И вот видим, что в ролике наше видео. Теперь нажимаем экспортировать. Экспортировать видео. Максимальный формат это 1080p для бесплатного тарифа. Далее здесь нужно будет выбрать 100 квадратов маркс. И, собственно, здесь выбираем нормальный. Нажимаем продолжить. Итак, скачалось наше видео. Давайте запустим. Видим, все работает. Единственное то, что у нас здесь показывается в правом нижнем углу. Вот и марк. Чтобы ее убрать, мы сделаем следующее. Скачиваем любой видеоредактор. Я использую компьютерную версию CapCut. Загружаю сюда. Помещаю на видеолинию. И немножко увеличиваю. Вот так вот выглядит наш готовый результат. Также в конце ролика не забудьте убрать рекламу. Чтобы это сделать, вы просто смещаете курсор влево. И таким образом реклама полностью обрезается. И еще один для вас полезный инсайт, который заключается в следующем. Поскольку вы можете без проблем монетизировать данный видеоконтент на англоязычную аудиторию, то одновременно вы еще один можете создать канал, только уже на русскоговорящую аудиторию, в котором вы можете использовать тот же самый сценарий для своего видео, тем самым переведя просто на русский язык и озвучив самим этот текст. А если вы не желаете озвучивать, тогда за вас это может сделать нейросеть, которую я также обозрел на своем канале. Ссылка на видеообзор в конце данного видео. Друзья, у меня на этом все. Надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Поэтому поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok